Челябинца не пускают в собственную квартиру на бумаге. Жилье есть, а по факту жить негде. Мужчина выкупил квадратные метры у банка, но предыдущие жильцы не хотят съезжать. Не открывают двери, никого не пускают. Почему? Разбирался Владислав Чухров. Справка ИГРН, по которой видно, что квартира принадлежит нам. Но заселиться в квартиру не могут. В октябре прошлого года Дмитрий Донсков вместе с семьей купили новое жилье. Но предыдущие владельцы съезжать оттуда не торопятся. Они попросили Дмитрия отсрочить выезд до ноября. Мужчина согласился, но позже понял – зря. В конце ноября они попросили еще время, что мы не успеваем выйти на сделку. Где-то середина декабря, может к концу, все, мы должны успеть выйти на сделку со своей квартиры и съехать. В конце декабря нам дали понять, что съезжать никто никуда не собирается. Предыдущие владельцы купили квартиру в ипотеку, но просрочили платежи, и она перешла банку. Дмитрий приобрел жилье уже у кредитной организации. Но в этой квартире остались прописаны женщины с детьми вместе с Дмитрием. Идем в этот дом, но дверь нам не открывают. Кто там? Родители дома не позвони, пожалуйста. Родители дома нет. А когда будут? Я не знаю. Звоним жильцам, которые не хотят съезжать с квартиры. Трубку берет женщина, узнав, что мы с телевидения, пытается передать кому-то трубку. Сейчас, я скажу, я вам поговорю. Поговорю. Через минуту перезваниваем уже возле подъезда. Обслуживание набранного вами номера временно приостановлено. Еще в сентябре прошлого года суд обязал предыдущих жильцов съехать из этой квартиры. Но выселить их оттуда не получается до сих пор. При этом все коммунальные платежи уже приходится оплачивать Дмитрию как законному владельцу. Но эти деньги он может вернуть обратно. Они могут предъявить убытки ко взысканию. То есть, если, например, они снимали квартиру в этот период, то это полностью будет вся сумма взыскана с тех, кто добровольно отказался покинуть квартиру. Конечно, если суд предоставляет отсрочку, то выселить не получится. Семья невыселенцев, по информации Дмитрия Донского, хочет отсрочить свой переезд до лета. И обратиться с такой просьбой к судебным приставам. Там у них якобы работает родственник. И он поможет им остаться в квартире. А новому хозяину так и придется платить по чужим счетам в своей квартире. Владислав Чухров, Андрей Федотов, Александр Рязанцев, ОТВ.